КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ Звездный десант Пола Верховена, основанный на одноименном романе Роберта Хайнлайна, был одним из самых амбициозных научно-фантастических проектов своего времени. С бюджетом в 105 миллионов долларов он представлял собой эпическую историю о войне между человечеством и инопланетными насекомыми, называемыми рахнидами или жуками. Фильм сочетал в себе захватывающие сцены боев и потрясающие спецэффекты. Все это с черным юмором и сатирой на фашизм и милитаризм. Однако, несмотря на неплохую рекламную кампанию, он не смог привлечь достаточно зрителей в кинотеатры и собрал только 121 миллион долларов по всему миру, едва-едва окупив затраты на производство. Почему же Звездный десант провалился у критиков и публики? Точного ответа, увы, нет до сих пор. Возможно, одна из причин заключена в том, что фильм был слишком далек от оригинального романа Хайнлайна, который был написан в 1959 году как реакции на прекращение ядерных испытаний США. Роман представлял собой серьезное и патриотичное произведение, которое выражало политические взгляды автора и его поддержку военной службы как условия для получения гражданских прав. Верховен же, наоборот, создал фильм, который издевался над идеями Хайнлайна и показывал его утопическое общество как глубоко фашистское и жестокое. К тому же, фильм был полон насилия, крови обнаженки, что могло оттолкнуть часть аудитории. Однако, спустя три десятка лет после выхода фильма, можно смело сказать, что Звездный десант стал культовым шедевром научной фантастики. Он завоевал множество поклонников, которые ценят его за остроумный подтекст и скрытые социальные политические комментарии. Кроме того, это просто увлекательный футуристический военный фильм, который не теряет своей актуальности и сегодня. 2018 год оказался весьма удачным для фантастических фильмов и боевиков, но не все из них смогли завоевать сердца зрителей и критиков. Одним из таких фильмов стал «Оверлорд», рассказывающий о группе американских солдат, которые раскрывают тайну нацистского проекта по созданию сверхлюдей во время Второй мировой. Мало известно, но изначально «Оверлорд» планировался как часть вселенной Кловерфилда Джей Джей Абрамса, но после неудачи парадокса Кловерфилда он был выпущен как самостоятельный фильм. Это позволило избежать ненужных ассоциаций и в рекламе позиционировать его как нечто самостоятельное, самодостаточное. И это оказалось достаточно правильным решением. «Оверлорд» сумел создать свою уникальную атмосферу, сочетая элементы фантастики, боевика и ужасов. Фильм порадовал зрителей неплохим сценарием, крепкой режиссурой и симпатичными персонажами. При этом он умудряется быть трэшовым и забавным, сохраняя серьезность и напряжение. Он получил достаточно положительные отзывы, но не смог окупить свой бюджет в 38 миллионов долларов, собрав всего 41 по всему миру. Это может быть связано как с высокой конкуренцией на рынке кино в 2018 году, так и с недостаточной рекламной компанией фильма. Но это не меняет того факта, что «Оверлорд» заслуживает внимания любителей кино, особенно тех, кто предпочитает необычные сюжеты. История о дизайнере видеоигр, попавшем в ловушку внутри компьютера, звучит как прототип «Матрицы», но на деле это «Трон» 1982 года. Несмотря на то, что этот научно-фантастический боевик в конечном итоге окупил свой бюджет в 17 миллионов, Дисней сочла его неудачным и списала большую часть бюджета в дефицит. Его высмеивали и ругали критики, но на деле это был неплохой фильм с отличной идеей, который в дальнейшем породил целую мини-франшизу и вдохновил многие другие проекты. Главная проблема «Трона» заключалась в том, что он, как бы банально это ни звучало, опередил свое время. В 1982 году персональные компьютеры были редкостью, а домашние видеоигры были зажаты между Atari 2600 и NES, поэтому большинство людей просто его не понимали. «Трон» очень примечательный, он был одним из первых фильмов, которые использовали компьютерную графику для создания виртуального мира. Также он имел выдающийся саундтрек электронной группы Венди Карлос, получил две номинации на Оскар за лучший звук и лучшие костюмы и стал ярким и запоминающимся явлением в научной фантастике. «Донни Дарка» стал культовой классикой научной фантастики и одним из самых необычных фильмов начала 21 века. Этот фантастический психологический триллер 2001 года, такой запутанный и неоднозначный, что даже некоторые актеры, сыгравшие в нем, не могут точно сказать, о чем он и особенно, что вообще значит его концовка. Возможно, это история о конце света, вызванном парадоксом времени, а может быть, это галлюцинации страдающего от шизофрении подростка. Сюжет фильма насыщен символикой, отсылками к религии, философии и литературе. Возможно, именно из-за своих сложностей и необычностей фильм провалился в прокате, собрав только 7 миллионов долларов при бюджете в 5. Однако это не помешало ему завоевать сердца зрителей и критиков, которые по достоинству оценили его оригинальность, атмосферу и актерскую игру. Фильм получил множество наград и номинаций на различных кинофестивалях, в том числе на престижном Sundance. В 2004 вышла расширенная режиссерская версия фильма, которая добавила новые сцены и новую музыку. Да, я знаю, что немногие слышали о том, что есть две версии фильма, поэтому, если вы поклонник этой картины, однозначно рекомендую. В 1997 году на экраны вышел фильм «Сквозь горизонт» или же «Горизонт событий», который представил зрителям идею о том, что в космосе может скрываться нечто ужасное и злое. Фильм провалился в прокате, собрав 42 миллиона при бюджете в 60. Критики разгромили его за излишнюю жестокость, нелогичность сюжета и отсутствие научной основы. Однако со временем «Горизонт событий» обрел культовый статус и признание как один из самых страшных и оригинальных научно-фантастических фильмов ужасов. Сюжеты разворачиваются в 2047 году, когда спасательная команда отправляется на поиски пропавшего 7 лет назад космического корабля «Горизонт событий», который внезапно появляется на орбите Нептуна. На борту корабля они обнаруживают, что он был экспериментальным проектом, оснащенным двигателем, способным создавать червоточины в пространстве времени. Фильм был снят Полом Андерсоном, который позже стал наиболее известен по серии «Обитель зла». Он хотел создать фильм в духе сияния Стэнли Кубрика и чужого Ридли Скотта, но столкнулся с давлением про Mount Pictures, которое требовало ускорить производство и сократить длительность фильма. В результате он был лишен многих сцен, которые добавляли глубину персонажам и раскрывали тайны корабля. Увы, большинство из них были уничтожены или утеряны, и восстановить режиссерскую версию фильма теперь невозможно. Несмотря на недостатки, «Горизонт событий» является уникальным и запоминающимся фильмом, который сочетает в себе элементы фантастики, ужасов и психологической драмы. Он поражает своей атмосферой напряжения и страха, своими визуальными эффектами и дизайном корабля. Также содержит много отсылок к классике жанра, что порадует любителей фантастики. Когда речь заходит о фантастических хоррорах, одним из первых фильмов, который приходит на ум, является потрясающее нечто Джона Карпентера. Снятый в 1982 году по мотивам поести Кэмпбелла «Кто идет?», фильм рассказывает о страшной инопланетной твари, которая может принимать облик любого живого существа, и которая атакует группу ученых на отдаленной полярной станции. Фильм поразил зрителей своими невероятными практическими эффектами, созданными Робом Боттином и Стэном Уинстоном, своей атмосферой паранойи и изоляции и своим неоднозначным концом. Несмотря на очевидное производственное качество, нечто стал коммерческим провалом. При бюджете в 15 миллионов долларов еле-еле собрал 19 по всему миру и получил тонну ненавистных отзывов от критиков, которые в тот момент считали его слишком жестоким, мрачным и пессимистичным. Возможно, фильм пострадал и от того, что вышел в тот же самый год, что и более добрый и намного более семейный инопланетянин Спилберга и полтергейст Тоби Хупера. Но время все расставило по своим местам. Нечто был переоценен после выхода на видео и телевидение и стал культовым для жанра, и даже породил целую индустрию продолжений адаптаций, включая приквел 2011 года, видеоигру 2002 и несколько комиксов и романов. Довольно спорный пункт, но все же я его добавлю. Терминатор. Темные судьбы. После легендарного Терминатор 2 франшиза пережила несколько неудачных попыток возродиться. Фильмы «Да придет спаситель» и «Генезис» не смогли оправдать ожидания ни фанатов, ни критиков, оказалось, серия окончательно потеряла свой курс. Но в 2019-м на экраны выходят «Темные судьбы», шестая часть, в которой принял участие сам Джеймс Кэмерон. Увы, но и этот фильм не стал хитом, и также принес убытки. Он игнорировал события всех продолжений и был своеобразным ребутом франшизы. В нем вернулись знакомые герои Сара, Коннор и Т-800, а также появились новые. Дани Рамос, будущий лидер сопротивления к Грейсу, совершенствован солдат из будущего, и Рев-9, новый тип Терминатора. Сюжет, на самом деле, просто повторял основные мотивы первых двух частей, но добавлял новые элементы. Феминизм, который вам просто сует в нос, а не дает сильного интересного женского персонажа, в которого вы верите, как было в первых двух фильмах. Политические отсылки к эмиграционной политике США и появление первого Терминатора с нелепым плоским чувством юмора. В наличии эффектной сцены боев и погонь. Несмотря на то, что на момент выхода фильм получал положительные отзывы и критиков, и зрителей, он не смог привлечь достаточно аудитории в кинозал, и мировые сборы оказались, ну, очень скромными, что стало одним из самых больших провалов в истории кино. Из-за этого планы на создание новых фильмов по франшизе были отменены. Однако, все это не значит, что темные судьбы не стоит посмотреть. В развлекательном и исключительно в развлекательном плане это все еще достойное продолжение классической саги, которая заслуживает внимания любителей фантастики и, в первую очередь, боевиков. Судья Дредд – один из самых известных и любимых персонажей британского комикса, дебютировавшего в 1977 году. Его истории происходят в далеком будущем, где земля опустошена ядерной войной, а выжившие люди живут в гигантских мегаполисах, подверженных хаосу и преступности. В этих условиях единственными хранителями порядка являются судей, специальные полицейские, которые имеют право выносить приговоры на месте. В 1995 году вышла первая экранизация Сильвестром Сталлоне. Фильм получился красочным, зрелищным, но ни разу не похожим на оригинал. Кроме того, он был слишком комедийным и не передавал нужной мрачной атмосферы. В 2012-м была новая попытка экранизации. В роли главного героя выступил Карл Урбан, который не показал свое лицо за всю картину ни разу. Кстати, это канон. Фильм был более темным, жестоким и реалистичным, чем его предшественник, и приблизился к духу комикса. Сюжет был до безобразия прост. Дредд и его стажерка Телепат Андерсон застряли в огромном высотном здании, контролируемом наркобаронессой Мама, которая распространяет новый наркотик Рапид, замедляющий время. Дредду и Андерсон приходится пробиваться через толпы врагов, чтобы добраться до Мама и остановить ее. Фильм получил хорошие отзывы, однако не сумел привлечь аудиторию. Заработав только 41 миллион долларов при бюджете в 45, он почти поставил крест на возможности продолжения. Одной из причин провала стала слабая рекламная кампания, другой – ставка на то, что фильм снят в 3D. А еще он был обвинен в плагиате индонезийского боевика Рейд, который вышел в том же году и имел похожий сюжет. Хотя Пит Трэвис, режиссер Дредда, заявил, что он не видел Рейда и сценарий его фильма был написан задолго, многие зрители ему не поверили и предпочли посмотреть Рейд. С тех пор Дредд завоевал немало поклонников, которые требуют снять продолжение. И, судя по недавнему интервью касты режиссера, шансы на это есть. И, наконец, Шазам! Ярость богов. Первый фильм о Шазаме, вышедший в 2019-м, был приятным сюрпризом для поклонников расширенной вселенной DC. Он собрал положительные отзывы критиков и зрителей за одно 376 миллионов долларов по всему миру. Сиквел был неизбежен, но, к сожалению, вышел в самое неподходящее время. За 4 года, прошедшие после первого фильма, DC потерпела несколько крупных провалов. К тому же пандемия коронавируса сильно ударила по кинопрокату. Люди тупо привыкли смотреть все дома. В итоге Ярость богов заработал всего 133 миллиона долларов и стал одним из самых убыточных фильмов DC. И это обидно, потому что фильм на самом-то деле хорош. Он улучшает все то, что было и так хорошо в первом фильме, и добавляет новые интересные элементы. Он полон захватывающих сцен боя, веселого юмора и теплых моментов семейной драмы. Актеры играют на отлично, в конце фильма зрителям обещают еще больше приключений Шазама и его семьи в будущем. Но эти приключения могут никогда не состояться, несмотря на то, что Шазама из перезагруженной вселенной DC вроде как пока не убрали. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!